Всем привет, друзья! Вы находитесь на геройском канале Антика, и я приглашаю вас пострадать вместе со мной в Героях Меча и Магии 5. Мы находимся в третьей миссии компании Некроманта, и здесь у нас Маркел ищет части артефакта одеяния вампира. Ну что ж, в предыдущем эпизоде мы пытались оборонить вот этот город Бахия, но, к сожалению, Изабель у нас не справилась. Слишком сильный противник оказался, и она сбежала. Она, в принципе, сбежала, и она сделает это еще раз прямо сейчас, поскольку мы загрузились со старого сейва. Ну и потом Маркел пытался у нас захватить этот город, но, к сожалению, у врага была способность контр-заклинания. О механике этой способности я, конечно же, не знал, потому что я не играл за магов. Еще не дошел я до их компании, но компания, как вы понимаете, нужна человеку, чтобы познакомиться с механикой, собственно, игры. Так что всю механику игры я, конечно же, еще не знаю. Мы с вами ее вместе изучаем с вашей помощью, конечно же. Ну что ж, и, как я уже говорил, мы в этой миссии будем с вами страдать, то есть испытывать различные варианты, чтобы все-таки дойти до конца, победить, одержать победу. И я думаю, что все-таки мы будем проклинать города магов. Я так решил, вы меня не отговорите. Никто меня не сможет отговорить. Так, слушайте, давайте-ка мы... Знаете, что сделаем? Мы, наверное... Мы, наверное... Где у нас там этот... Мы, наверное, скупим последнюю популяцию сейчас. Последнюю популяцию этих гребаных магических существ. Наймем еще одного некроманта. Потому что там еще рыцари у нас есть, но рыцари нам будут. В принципе, без разницы, кого нанимать на самом-то деле. Так. Все, этим мы героем тогда сейчас сбежим. Сбежим вот сюда. Позахватываем всякие шахты. Так, нет, в сокровищницу магов-то не пойдешь. Ты еще слишком молод. Ух ты, блин, опять не прощелкивается. Так, ладно. И, наверное, Маркелтон у нас сейчас зайдет. И проклянет этот город. Все, этот город был проклят. Так, зайдем в город. Построим, наверное, мы... Начнем прокачивать, короче говоря, город. Потому что ресурсов у нас достаточно много. Так, кузницу. Давайте построим кузницу. И Маркелтон у нас наконец-то... Кстати говоря, он сейчас не в городе. Это, конечно же, небольшой баг. Я думаю, что... Потому что он реально в городе сейчас. Просто город мы перестроили, поэтому он как-то пропал случайно оттуда. Так, давайте Маркелтон наконец-то купим. Баллисту, палатку и боеприпасы. Ну, на самом деле, дорого, конечно, да? Потому что это все-таки не замок Ордена Порядка. В замке Ордена Порядка у нас... Вот эти все вспомогательные машины. Боевые машины. Стоят гораздо дешевле, конечно же. Ну, замок Ордена Порядка далеко. А денег у нас дофига. Так что ничего страшного. Так, и что я сейчас планирую сделать? Так, Лайна. Давайте мы с ней встретимся. Передадим ей призраков. Давно надо было это сделать. Улучшенные призраки теперь. У Маркела. И вот этих мы призраков пойдем заберем. Тоже улучшенные вроде как, да? Так, тут-то был. Тем более, тебе еще плюс один к защите тут лежит. Халявная. Так, вроде бы ничего не забыл. Вроде бы ничего не забыл. Так, это у нас симилиция идет к Изабеле. Она должна передать ей артефакт, который у нее лежит. Вроде бы я ни о чем не забыл. Все помню. Так, слушай, от тебя надо избавляться, Солтан. Тебе зря тут, конечно, существ скупал в этих всех созданиях героям. Потому что на самом деле этого существ можно скупать и так. Удаленно. Не знаю. Это, наверное, механика уже добавилась с версии G3 из зданий, чтобы приходили существа. Она, может быть, и была изначально. Что-то я не замечал ее. В любом случае, надобность в этом герое у нас отпадает. В принципе-то. Скелетов я оставлю. Может быть, все-таки решил выполнить тот квест с тысячей скелетов. Все. Какой-то шлем я там уничтожил, да? Ну ладно, хрен с ним, с этим шлемом. Мы же этого героя выкупим. Но когда выкупим, еще непонятно. Потому что у нас вроде бы... Ну-ка. Да, нет этого героя в выборе. Может быть, появится на следующий день. Может быть, не появится. Не знаю. Так. Я хочу сейчас все-таки сделать себе героя, который принесет мне подмогу. Караваны у нас, к сожалению, не плавают по воде. Поэтому не могу я караван заказать туда, где у нас Изабель обитает. Так что приходится все делать по старинке. Давайте героя наймем. Так. Ну, с этими орболеточками, наверное, стрельба без штрафа у них вот. Не буду я их покупать пока что. Пока что не буду. Так. Ну и все. В принципе, скупаем всех, наверное, существ. И тащим их к Изабель. Построить корабль. Садись в корабль. Все, вроде ничего не забыл. Да, ну как не забыл. Ну, в принципе, можно было потом купить. Пофиг им защищаться, в общем. Так. Ну и героев, конечно, нет, да? Так, артефакты бы еще продавать, да? Тут продавать-то можно, кстати говоря. А где продавать артефакты? Мне подсказали, что можно продавать артефакты. А как их продавать, хрен знает. Ну ладно, потом разберемся. В принципе, сейчас в деньгах-то я особо не нуждаюсь. То есть, несмотря на то, что у меня 3000 золота, у меня 30 тысяч в день прибавляется. Ну все, вроде с этим ходом я закончил. Этот безумный безумец выбежал, блин, из этого святилища и напал на меня зачем-то. Видимо, шахту очень хотелось захватить. Вот эту вот, которую я захвачу обратно. Так, слушай, может мне тебя вообще слить на защите, на обороне? Ну вот, не хочется терять эти войска, которые у тебя есть. На самом-то деле. Много укреплений, конечно, строить, но, блин, пока буду очки города прокачивать, это очень много времени пройдет. Давайте рынок построим, пока что. Ну, блин, зачем-то так. Ну, можно с этой стороны подойти. Нет. Найден какой-то артефакт, да? Это вроде был у меня. Мешочек бесконечного золота. Ну, в принципе, можно поносить кому-то, отдать. Так, отдадим. Что-то носит, что вообще, инициатива. А, тебе трогать, кстати говоря. Созабыли встретиться, да? Так, давайте-ка мы эту элайн тоже засейвим и уберем отсюда, чтобы она у нас не пропала. Зря. Принять, конечно же. Ну, вот, придраков у меня 150 сейчас. Да, еще бы за драконами, конечно, сгонять. Но драконы, блин, они разбросаны по всей карте. Тут вот, на востоке. Тут у нас на западе драконы. Наверное, это много времени займет. Так, пока Изабель у нас не будет далеко уплывать, чтобы, если что, город-то обратно захватить, да? Всяк этот ора у нас не будет сидеть в городе постоянно. Она пойдет куда-нибудь в другое место захватывать. Так, тут у нас заныкан герой. Всякий пожарный. Все, у меня уже бонусы есть. Отлично. Бонусы есть. Хорошо. Так, куда же тебя, слушай, направить-то? Ну-ка, у нас герой-то у меня появился в таверне. Появился. А, слушайте, а того-то нет, да, который у меня с артефактом пропал. Это неожиданно. Ладно, давайте этого купим. Это у нас будет курьер еще один. 24 тысячи. Хватит, чтобы связку пить. Вампиров обычных надо, потому что у нас у Маркела обычные вампиры пока что. Вроде бы хватает денег, да? 1500, упор прям. Прямо в упор. Ну ладно, давай тогда. Там еще и лиспогоста можно покупать, да? В принципе, там 30 скелетов до привидений, наверное, еще есть, да? 18 привидений. Ну-ка, давайте посмотрим. Можно в крайнем случае на рынке все это обменять. Сиденька уж не хватает. Заодно я сейчас проверю, они моментально прибывают в город или не моментально. Моментально, видимо, да? Здорово, что? А, нет, не моментально все-таки караван пойдет, да? Караванчик. Все, ясно, окей. Понял я. Что это за такая дичь, эти караваны. В принципе, все логично. Механика караванов не изменилась с пятых героев до седьмых. Они такие же. Так. Я вот думаю, как Изабель-то использовать. Все-таки может ее погнать сюда, но хотя бы чем. Пусть она стоит тут. Качаться иногда так-то. Ну, успеем еще прокачаемся, ладно. Не буду все-таки ее тащить никуда. Ждем. Сейчас у нас караваны придут. Хорошие потери. Ну все, он побежал, да? Похоже, что все-таки второй город, да, свой отхватывать обратно. Хорошо, что у него нет доступа к верфи. Вот это ему нельзя давать доступ к верфи, чтобы он корабли не строил. Иначе он тут поплывет, блин. Туда-сюда. Так, Ора убегает, да? Очень высоко, очень низкая угроза. Но в городе он никого не оставил. Так что я надеюсь, он сейчас свалит, и я изобилю это обратно и войду. В принципе, можно так его и гонять туда-сюда. Но мне надо город проклясти. В принципе, если он сейчас захватит этот город, сияет, да, то ему это никак не поможет вообще никак. Так, добежал-то, да? Так, тебе, в принципе, бежать необязательно тоже. Ты можешь вот в этом городе ошиваться пока. Что там у тебя есть полезного-то? Девять привидений. Каспер у нас, не знаю тоже, чем займется. Сейчас мы глянем в город. Давайте постепенно строить тогда улучшение. Изоболь ждет. Так, что, верст, он прикрыл до собой этот гребаный маркел. И все, в принципе. Высший вампиры пока курят в сторонке. Ничего им делать. Форт бы на холме найти, но, блин, тут повсюду опасность нет. Еще эти земли не исследованы. И туда ики опасно. Так, что пока сидим и не дергаемся. Так, что с тобой делать? После фактов у тебя, конечно, никаких нет. Вот ты город позащищаешь. С меня вот этих ребят-то некуда девать все равно. И не можно отвлечь на себя угрозу. Пока не будем решать ничего. В принципе, относительно быстро добираются, да, чувачок-то? Да, Изабель нашей. Вот он уже тут практически. Вот и все. Быстро очень караван доходит. Караван. Так, а слушайте, а что там у нас? Караваны-то они что, прибыли, что ли? Я что-то не видел, как они ездили. Прибыли как-то? Или, может, что-то просто не заметил? Так, улучшаем. Зомби, что у нас? Зомби обычные. Почему обычные? Так, этих тоже улучшить. Какая-никакая армия все-таки. Все, валим тогда к Маркелу. Куда-нибудь вот сюда надо приплыть нам. Не зашел туда корабля, да? Ну и все, в принципе, в этом ходу уже ничего не сделаем больше. Так, хорошо. Маркела мы посадили в карету. Пока другой корабль блокирует, да? Нельзя ничего сделать. Так, ну что, Изабель? Быть тебе или не быть? Высаживать тебе или не высаживать? Давайте пробуем, высадим. У вас не доберется этот старичок до нас. Так. Какая-то пора мы сольем в этом городе. Проклятый склеп. Давайте защиту отстраивать. Конечно, себе на голову я защиту сейчас настрою тут. Ну ладно. Защиты я не боюсь. Все решаемо. Со всем мы справимся. Со временем. Фантом не может быть изучен. Все, мак обратно побежал, да? Нет, слушайте, это я зря сделал, да? Потому что он сейчас на меня нападет. Да, он сейчас на меня нападет. Я не смогу даже отплыть. Так что это я поторопился. Конечно же. Так, снова этот хуй придется переиграть. Так. Это будет быстро. Все, Изабель, стой тут. От греха подальше. Чтоб я тебе еще раз туда, блин. Высадил. Пусть он подальше отойдет. Там этот маг. Вот так вот будет лучше, я думаю. Пусть он продолжает двигаться в сторону нашей новой некроманской столицы, хотел сказать, но это не столица. Это просто провинция. Нашей новой некроманской провинции. Так вот, будет круче звучать даже. Так, ура, тут у нас с большим войском. И, если я не ошибаюсь, Хафис тут еще один. Хафис нам не страшен. В принципе, сейчас-то может у нас вылезти уже, Изабель, да? Но мы сейчас уже передадим подкрепы. Это зачем я строил? Там же был корабль. Так, слушайте, а может герой... Нет, наверное, не может обменяться с тем, что на берегу. Хотя, в принципе, может обменяться, если они будут в зоне досягаемости. Но тут зоной досягаемости не пахнет. Так, мечников от неулучшенных я тут с собой таскаю по-прежнему. Крестьяне 300 штук, да? Ну вот, по красоте, мне кажется, это все таки нормально. Давайте ключевую точку создадим. Х5. И высаживаемся. Все. Маркел у нас сваливает в далекие края. Кто-нибудь вот сюда. Да куда ты поплыл, господи, а? Ну, че за беда-то? Что за хрень? Ну, я виноват, конечно, виноват. Не спорю. Так, защелкался мышкой. Так, забыли высаживаем. Маркел сваливает. Так, ты строишь корабль, да? Отлично. Тут у нас занык на герой. Тут у нас Каспар сидит. В городе, наверное, может форта все-таки не строить пока что. Нам особо сейчас не сыграет роли. Так, вот склад бы. Гост. Так, ну и... У нас туда плывешь, в принципе, уже неплохо так. Маркел, блин, все-таки далеко, да? Ладно, пусть будет так пока что. Сейчас мы поглянем, что они предпримут. Так, этот герой продолжает двигаться. Что-то серьезно так мало. В принципе, да. Чего бы нет там? Там же нет никаких стен. Опачки. Еще кто-то появился из портала. А ну-ка, кто это у нас? Влад. Серьезно? Ну-ка, ну-ка. Некромант. Много отряд сотни. Много. Блин, еще один сильный герой, что ли, получается? Еще один более-менее сильный герой. У него там отряд китанов. Твоюж. Видимо, где-то у них там замок, да, у этих магов? Заныком. Ну, если у них там еще один замок, то я даже не знаю насчет прохождения этой миссии в текущем эпизоде. Эх, посещал уже. 14 арбалетов. Я что-то там получил, какие-то плащи. Уменьшает урон от вражеских заклинаний из тихии земли на 50%. По ножей сквозь дракона, охрененно. Охрененно. Так, что добавляет? Пульс 3 колдовству и на 10% увеличивает инициативу. Хм, забавно, забавно. У меня, в принципе, пока что вот эти сапоги неплохо. Каждый раз переодевать их мне вот напрягает переодевание. Так, ты доберешься? Меня что интересует за один ход, если что? Доберешься. Так, все, сейчас будет следующая неделя. Опять у нас с популяцией пролетает герой врага. С популяцией магических существ. Так что... Так, мы почти доплыл, да? Почти доплыл молодчик. Забираем у него все, что можно забрать. Отлично. Как я и хотел. Уплываем в далекие края. Так, слушайте, у кого там было колечко-то? Тебя, да? Маркелу его надо было передать. Ну, тут корабль у меня бесхозный. В принципе, они уже захватили город и зомби, похоже, отстроили, да? Любопытно. Так, слушайте, и забыли, у нас успеют, наверное, сейчас загонять до этих титанов. И я, кстати говоря, лучше бы, чтобы ход-то начался с сапогами, чем без них. Мне кажется, что в начале хода бонусы все применяются, а потом уже хоть что переодевай. Я могла ошибаться, конечно. Так. И все. Ну и все. Ладно, что они там подкрепление, что ли, просто поднесли, да? Я думал, реально будут два героя бегать в одинаковые силы. Но, видимо, нет. Так, давайте пробьем этих ребят. Заберем сапоги. О, скорострельная баллиста. Слушайте, это шикарно. Давайте возьмем. Все, пределы развития достигнут. Для Изабель. Зачем мне эти сапоги надо было? Не знаю. Я для опыта больше-то. Сапоги мне особо. Маркелы передать сапоги эти можно будет. В случае чего. Так, давайте то, что я забыл передать в предыдущем ходу, мы передадим сейчас. Так, а Маркел у нас поплывет. Поплывет. Так, ты возвращаешься в замок Ордена Порядка. Ты возвращаешься в замок Некрополис. Все, уход закончен. А, нет, слушайте, Изабель-то сейчас у меня не сбежит, наверное, да? Таким-то макаром. Не успеет. Хотя... Караванчики, смотрите. Прикольно. Все-таки герой врага-то тоже пользуется этими всеми преимуществами. Так сказать. Патча 3.1. Кто бы мог подумать. Вот когда... Вот в какой, короче, момент караванчики-то... В конце хода... В конце хода караванчики идут. Поэтому я их не видел тогда. Все понятно. Теперь все становится на свои места. Так, ты дойдешь? Нет, до этого корабля-то. Дойдешь. Наверное, мы заныкаем сразу нашу Сабель. В всякий случай. Все, выкупим всю популяцию, как обычно. Так, слушайте, это что делать? Надо бы тебе, наверное, рядом с Маркелом держаться. Если что, случится вдруг. Ну, сейчас уже особо последние полчаса я страдаю, конечно же, фигней. Ничего у нас особенно не происходит. Но, тем не менее, это все у нас некая подготовка. Все, сейчас они будут захватывать. Да, кстати говоря, тобой-то не знаю, может быть, город захватить обратно. ты тут, в принципе, справиться должна. Ну-ка, давайте, на самом деле, что я туплю? Надо было так и сделать. Профигачивал сколько ходов. Так, а что у нас тут? Ты у нас в замок некроманта идешь. Ты возвращаешься. высшие лампиры, блин. Что я хотел-то? Я хотел артефакт передать, да? Сапоги. Вот так вот. Инициатива нереальная, просто вы забыли, сейчас будет. Блин, по легиону эти горгули и гремлинов, как я знаю, как с ними справляться с этими легионами. Ладно, пойду я города проклинать. Пока заняться особо нечем. Так-то у нас отойдет сюда. А, кстати, говорят, заныкана герой-то у нас находится тут. Потом попробовать добраться. блин, спавнил опять героев наш фракт-то. Так, сколько тебе дней вообще понадобится? Этот день закончится, но все еще не ты высадишься. Потом уже пойдешь на замок, да, да? до замка. Так, глянем. Ора у нас тут остановилась, да? Пока что где не представляют угрозы для меня. что еще? И все, в принципе, больше. Что у нас тут? Блин, орда магов, слушайте. Да, просто орда магов я, наверное, не справлюсь с ними. Орда-то у нас 50-99. Солидно, солидно. Так, ладно, Маркел у нас сейчас город пока проклянет. тут у нас есть что скупить-то вообще? Дафига так-то есть что скупить. Давай-ка здесь теперь обоим мага делать. О, нет. Только вот сюда. Мина. У меня тоже тиреопсидиановый горгуль есть. И, наверное, можно, в принципе, этого героя там послать, не знаю, на войну. Чуть-чуть ослабить врага. Но вряд ли он справится, конечно, там. А вот и не хватило денег, да? Вот мы и приплыли. Так, с рудой тоже надо поосторожнее, потому что она нам еще понадобится. Блин, на двух все-таки не хватает денег. Чего за беда? Достаточно я выменял. Что еще кристалл? Давайте тогда немного кристаллов. Немного самоцветов. О! Все, нормуль. Так, интересно, при перестройке там нежить у меня пропадет из гарнизона или нет? Сейчас мы это проверим. Блин, а вот эти штуки мне никак не перестроить. Да, могут пропасть. Да, я хочу проклясть этот город. А, нехватка ресурсов в ее тучи. Есть тысячи. В принципе, не к спеку, на следующем ходу проклянем. Так, ну ты просто входишь и все. Три города под моим контролем всего. это жизнь как мало. Так, ну что, проводь на орду магов-то набросится. Может, вампиры затащат неожиданно. Давайте проверим. Чтобы было артефакты, может, дать тебе. Без шансов, глянь. Высокая в розы для маркина. Ты лично еще один город магов проклят. Денег нет. Сука, надо 800 золота вытащить, да? Ой, вытащить, говорю. Хотя бы 500 золота выручить надо. Так, рынка тут тоже сейчас уже нет, так что не буду ничего продавать. Так, пойду маркином тогда. Чуть-чуть еще покачаюсь. Так, давайте контролем точку, создадим. Похоже, это будет долгий эпизод. Что-то долго слишком, да? 96 дьяволов так-то, блин, завалить это не шутка в деле. У них инициатива большая, да, по-моему? Удача минус 2, боевых дух минус 1. А может, будет ли это мне как-то? Тоже подожди, наверное. Так, давайте, может быть, феникса опять. Мне, в принципе, чего терять это? Мне ничего терять, кроме феникса самого. У него 1350 хп. Ну, в принципе, баллиста тоже неплохо помогает. То, что будешь прям фонтан, хоть как-то. Так, а вампиры, они, блин, не телепортируются, потому что они обычные. 5-6. Так, ладно, феникса, давайте идите снимайте обратку. Так, они тоже телепортируются, да? Летающие существа, ага. Надо было не так немного встать, да? 11-11. Тупора не будет. Надеюсь, эти дьяволы кого-то одного будут бить, чтобы мне потом проще было восстановить этих существ. Так, пока не буду бить. Так, ладно, крикбанша можно сделать. Можно призыв элементарий. Так, призыв элементарий отменяет. Интересно, призыв феникса. Нет-нет-нет, кто-то. Отлично, можно начать одновременно и фениксом воевать элементариями. Так, вот встанем. 5-6. А, минус боевой дух. Отлично. Может, еще банши покричать. Было бы круто. Так, ну, давайте на шару атакуем. Все-таки мы попали по привиениям. 7-13. Так, а что эти делают-то? Они не стреляют, ни чем. Сами по себе как-то в ближнем бою фигачат. А, у них же заклинание какое-то есть, да? Единная глыба, 37-2 урона. Ну, тоже неплохо. Все-таки не лечай бьют. В привиении бьешь. Ладно, они на двух моих юнитах сосредоточились, это тоже хорошо, потому что я смогу все же восстановить хоть кого-то. Так, там колодец где-то был, да? Это же по-моему первый бой. вообще в эпизоде спустя 40 минут. Так, где у нас тут призыв-то? Поднятие мертвых. Лесный щит. Что-то я потерялся в собственной книге. А, вот-вот-вот оно, поднятие мертвых. скелетов на самом деле толку-то особо нет большого, потому что они очень-очень слабо бьют даже прямой стрелой, потому что если удачка сработает, не знаю, когда она сработает вообще-то удачка. так, мне еще надо восстановить, точнее поднять наших привидений. Отлично, уху, дьявола. Минус боевой дух опять. Нормально, если бы еще этот боевой дух отрицательно намного действовал, вообще бы замечательно было, но у них куча, блин, этих конструктов. Ох ты, ни хрена себе поднял-то тут. Я всех, к сожалению, не подниму. Штук пять хотя бы, да? Да, пять штук. Отлично, колодец тут у нас. Прекрасно. Так, а где у нас плывет-то? Так, слушай, может ты отвлечешь вот этого? Кто у нас в городе сейчас? Вот этого, может ты отвлечешь? Как отвлечь врага? Очень просто. Берем, захватываем шахты. Денег нет. Потом на ему тогда. Захватываем шахты и все. Враг побежит их захватывать. По-моему, это так действует. Так, ладно. Ты у нас пока сидишь тут. Ну, что вы решили, друзья, будете нападать, не будете? Они что-то не бегут, да, пока не отвлекаются на моего вот этого героя, который тут шахты пытается захватить. Может быть, сейчас отвлекутся. Опачки. Да, конечно, у меня 7000 сейчас прибавляется всего из-за того, что эти два города перешли под контроль врага. Ладно, я потихоньку отстраивать буду город. наш новый погост. Нет рынок сначала. Другие деньги понадобятся, а у них нет. Так, манути 84. 16 драконов. Драконов. Аскигончи тут у нас. Так, есть тут еще что интересно это? Кольцо сломленного духа. Интересно, у нас два. Давайте посмотрим. Тут у нас жизнь увеличивает. Мне жизнь увеличивать ни к чему особо. Даже ради скелетов не стоит. А вот это вот, воля ургаши, у меня два артефакта теперь. Увеличение нападения героя на пять. Отлично, слушайте. Я уже сетургаши, мини сетургаша собрал. Здоровски. Так, тут, надеюсь, золотая шахта. Надейся, надейся. Так, все-таки они не бегут, Ладно, давайте попробуем мы. сразу вот на этого напасть. Победа, круто, слушайте. Охренеть. Это так просто оказалось. Управление казной давайте возьмем. Тут у нас поражение. Так, а высший бомбир у нас портнутся через кенку, В принципе, да, тут 88 магов с ними, конечно. Как сражаться там. Ну, уже, смотрите, отстроил город-то более-менее. Так, что ты можешь сделать вообще? Ускорить радость у вампира? Ну, там подохнет, мне кажется. Мимо. А вот 88 магнота не промахнулись. мне еще свои Гремли завалили. А, нет, свои Гаргулли они завалили. Да, похоже, тут фиг захватишь этот город. Но если не захочу, по крайней мере, я укроюсь тогда. Укроюсь в святилище, в убежище. Он завезет. Окей. И теоретически можно забыть туда побежать. Поплыть точнее. Сколько ходов ты доплывешь? До 5 с плюсом за неделю, короче. долго. Долго. Сейчас у нас очередное подкрепление пойдет. марки у нас пока кончается. О, фото кончается, говорю. Он качается. Так, 26 уровень тут у нас максимум, да? В принципе, качаться до больше особо нет нужды, потому что месяц остальной опыт я получу. Ух ты, кошмары хотят присоединиться. Блин. 55 сейчас кошмаров. Некуда мне их брать там. Место кого убрать? Место скелетов? Братуль с самоцветом. А вот и у нас лечи тут еще парочка. Так, ладно, посмотрим, что у нас тут. Замок пуст, как обычно. Где у нас герой врага? Вот он, герой врага. Не отходит все-таки от замка своего, да, далеко? Ммм. Ну, раз не отходит, придется, наверное, плыть. Такое вот у нас запоздалое решение, мы же не знали, как он. будет действовать. Ну, в принципе, чего ему уходить-то из замка? У него ж нечего больше захватывать-то на вот этом полуострове. Так что все логично, в принципе, все логично. Так, я сейчас популяцию не выкуплю, нифига. Ну, вот. Вот в чем прикол еще. в принципе, я сейчас, наверное, забыли, пойду вот этот город захватывать, да? Некроманские, а? Маркел у нас сейчас соберет подкрепление еще немножечко и пойдет фигачить еще раз. Попытаемся зафигачить, зафигачить ору. Такие вот дела. Понять. Вот беда, блин, архиелечи, гельчи гребаные. Чего вам не следить совсем? Здесь может идти скелетов. Опять же, много толстых существ в ней не поместится. Ничего не поместится, поместится. Ну-ка, давайте-ка мы вот что делаем. Загрузимся, наверное, все-таки. У тебя слот есть? Давай иди сюда. Чтоб тебя. Опять поспешил. В принципе, таким макаром можно было и кошмаров взять. Так, а зачем они мне? Непонятно. Так-то у нас шахта захвачена. герои врага вроде пока не шевелятся, да? Ну и ладно. Это их право. Пошел обратно в замок. Минус один, офигенно. Так, ничего важного нет, вроде бы. демоны просто. Воровское логово мне не нужно, лохимическая лаборатория тоже. Так, что-то я не понял. Что-то было такое. адские жеребцы. Демоны. Уж неужто они все ко мне хотят присоединиться, или это просто у меня дипломатия есть, поэтому они пугаются моей армией. Наверное, из-за дипломатии. никак не по сюжету. Так, 58 тысяч, да? Что-то там нашел золото, что ли, нашел. А, нет, 22 тысячи у меня поступление. Нормально. 22 тысячи. Так, стоп, а кого он автоматом скупил-то? А, у меня там выбрано было все правильно. Да, все правильно. Отлично. Снова у меня на улице гребанное ведро. Сигнализация сработала машиной. С утра до вечера, слушайте, у меня сигнализация-то орет. Когда хоть, я не знаю, закончится это все. Есть очень острое желание пойти попротыкать колеса, но в этом случае это ведро точно никуда не уедет. Наверное, еще хуже будет. Отремонтируйте, блин, свою сигнализацию, в конце концов. Какого хера у нас утра до вечера на улице стоит и орет. Наверняка у каждого есть такое, кто живет в домах, в городе, в квартирах, да? Постоянно какой-то на улице мудак со своей машиной не может разобраться. Так, ладно. кладбище, кладбище. так, мы забыли, она у нас почти доплыла до места своего. Так, у меня эту обсерваторию то посещать вообще имеет смысл, нет? По мане у нас полная мана. Это у нас серберы. Никаких некроманских войск тут нет, не вижу. Кольчуга просвещенности. Ну, это уже поздно мне такую штуку брать. Слушайте, тут до хрена этих демонов. Целая демонская колония тут. Я бы не удивился, наверное, если бы тут еще и замок был этих демонов, но нет. Замка тут нет точно. Ну и все, в принципе, тут больше никуда бежать. Кольцо... Кольцо грешников? Серьезно? Так это же... Не то, что мне нужно. Ну-ка. Стоп. Кольцо грешников, слушайте. Вот он, еще один артефакт. Он не в городе, он тупо валяется вот тут. Охренеть, это я его случайно увидел. А ну-ка. Сохранимся. Так, сейчас они, наверное, снова захотят присоединиться или если бы ко мне перетащить за герой сюда надо. Стоп. Посещалось уже. Че я тебя увел-то вообще? Пригодишься ты еще мне. Нет, они не хотят присоединяться. Три архиелеча. Ну, не знаю, не знаю. Че-то я... Жаба душит меня. Тереть воинов. Да, кто-то у меня не поместился. Да, как я и предполагал. Не поместились у меня все воины. Поэтому мы вот так вот делаем. Переустановочка. Так, тут эти у нас препятствия тут не позволят добежать до лечей. Если бы они и так недалеко бегают. Так, инициатива у этих созданий большая. Надо бы их, не знаю, замедлить, может быть. Или Феникса призвать. Замедление. Более-менее помогло. Так, че вампиры не добираются? А, вампиры же необычные. Я забываю все об этом. Так, дракон, он два раза не сходит у меня. Семь. Баллисты тут свою лепту внесла. Отпор будет, да? Сейчас пока не будем выпендриваться. С амбиами точно никуда не пойду. Если что, можно драконов поднять, наверное. А, так они нас, мать, убивают. Да, в принципе, 62 дракона костяных. Че бы им на смире-то не убивать. О, слушайте, я призраков могу вас поднять. Так, одну четверть я могу поднять. Это примерно где-то 40 штук, да? 185, мне 537. Нет, не угадал. Все-таки 40. Да, где-то так. Нормально, че? Лухая оборона. Вскусственная магия тьмы. Повелитель Боли-то че дает? Чума и разрушающая луча, че я хотел? Повелитель Боли я хотел, в принципе, да? Нет, искусственную магию тьмы сначала возьму. Вот он, кольцо грешников мое. Черт, не дохожу. Такой, блин, эпичный момент, и я не дохожу. Что за... Так, а ты у нас уже с подкреплениями идешь, да? Так, я не понял, как тут захваченный рудник. Ну, не пригодилась, не пригодилась у нас героиня. Давайте я че-то прорудник-то этот забыл, надо бы его обратно захватить. И кристаллы пещеры тут у нас. В принципе, да, че-то я расслабился, и маркелом-то никого не бью. Надо бы походить, может быть, пособирать. Себе нежить в армию таким вот способом поднятия. Сейчас глянем, где еще можно тут накопить. В принципе, на этой неделе тоже, наверное, не получится. Может быть, уже идти пробовать пробовать пробивать врага. Сейчас решим, че делать. Надеюсь, врага-то не такой уж дикий прирост прям этих всех существ. У него же все-таки один замок магов тут, еще где-то, наверное, там замок есть. И все, в принципе. Вот у меня и настиг герой врага. Сильный, хоть не сильный. Так себе. Хотя там много этих магов, улучшенных сотни магов. Альтернативных магов, между прочим. Все из болезни совместа доплыло. Берем кольцо грешников. Интересно, слушайте. Он все-таки хранится в столице серебряных городов, в городе Аль-Сафир. Так что... Значит, этот город я просто не вижу еще. Да, он где-то там. Все понятно. На это думал, что все так просто. Оно вот тут валяется. Но нет. По сюжету я должен добыть его именно в городе. Так, ну и что? Будем надевать там мой этот... Артефакт или нет? Мне... А сейчас от него толку-то... К святому слову не воспримчив, да? Не знаю, что-то враг... Не помню, я каскил он на меня. Святое слово или нет? Так, ну и что? Конец на деле еще не близко. Давайте посмотрим грозу. Гроза высокая по-прежнему. Твою мать, а? Нет в жизни счастья. Но если я успею город захватить, то... У меня будет преимущество. Пусть небольшое. Там где-то у нас... Пристань там. Так, это тоже бы подкрепление. Есть смысл-то вообще? Вроде бы есть. У нас скелетов не хватило, да? Нам на помощь приходит рынок. 7500. Хватит 7500-то? Хватит. Хватит. Так, отлично. Берем тогда ноги в руки и бегом. Там еще и 5 из этих забыл. 60 существ. Да хрен с ними, в принципе. Мне вот беспокоит, что маркелом количество мана не увеличилось. Что колдовство-то не прокачалось. Сейчас он может немного поотвлекаю врага. Город опять оставили без защиты. Что за люди? Что за герои? Так, ну что, как-то отстроил их? Отлично, смотрите как. Нормально так он отстроил. Ну правда, не все улучшения построил. Но зато костяные драконы есть. Тоже хорошо. Стены у нас построены почти полностью, да? Здоровски, здоровски. Так, положите, у нас тут ограничений-то нет? Нет, ограничений нет. Так, ну и что, ребятки? Кто на меня нападет? Без вас. Никто, наверное, не осмелится, да? Этот ход мы в городе пересидим. Дальше будем думать. Сейчас, значит, у нас этот маг убежит в этот город захватывать, а... Маркел у нас захватит... Опять же, верхний город. Ну и, возможно, потом удастся нам сделать так, чтобы герой врага сам напал. А я был за стенами. Если повезет, конечно. Ну и, конечно. Хорошо, еще одну точку ключевую создадим. Надо как-то их тут много... Так, слушайте. Может, уже близко, да? Ура уже близко. Ну, я вот успею этого нагнуть. Как минимум. Сотни у него там этих... А, здесь пропустил, да? А, нормально. Сотдвадцать. Так. В принципе, она, наверное, не добежит до меня тут пока что. Не могу вот этих пока побить. Попробуем. Вось прокатит. Блин, на таких мелких героях не хочется, конечно, терять воинов, но... Так, это вот сюда. Восемьдесят восемь магов, да? В принципе, че я боюсь магов-то? Они все солятся. От блисток. Вот, три удара. Зря я грифонами полетел на магов. Ладно. Водушевление, возможно, стоит применить. Стрелков. Так, грифон я там слил, похоже, да? Стрелков. Стрелков. Так, привидение сходит. Так, давайте-ка мы переиграем лучше. Это дело. Че уж мне теперь... Мучиться-то без переигрывания играть. Стоп, 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 стоп. Сейчас мы сделаем... Все по-умному. Все, и сохранимся, и пойдем этого бить. Еще парочка очков передвижения даже останется. 27 рабочих, похоже, я потеряю, потому что... Все-таки с героем магом мы сражаемся. Грифонов я в бой не поведу сейчас. Пусть как хотят крутиться. Так, возможно, не воодушевление придется молитву делать. Это заходит. Ух ты как, жестко. 22. Да, обличков теряю-ка не крутим. Ну ладно. А то магия идти не сходит. 27. 286. Но тут можно не попасть. В легкую просто. Мы их постоим, пока подумаем. 20 магов. Ну давайте сольем магов. Мира зомби, пойдем отогнать этим грифонам. Что-то в конце концов должен будет их бить. 276. Он один раз-то попасть должен. Да. Один раз попал. Все нормально. Так, добиваем тогда вот эту скотину. И добиваем зомби. Герой врага может сбежать, но не успеет. Ммм, тоже у тебя 159 магов. Рискованно, конечно, это все дело. Ну ладно. В принципе, по опыту предыдущего боя, я вижу, что нормальные потери. Все. Третий уровень заклинания какой-то там. Явно не для меня. Отлично. Маркин у нас садится в корабль. Сейчас мы поплывем. Анастасия. Аллах. Нет. 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 так и чё там произошло так в итоге уровень не пошла до атаковать забыли там чё-то она задумала слушать а герой врага бы поблизости нет так что я наверное тоже решил заныкаться перенимают опыт у меня так конюшни пол конюшен наверное переночую так кстати говоря урота по уму как бы тут стало что сейчас могу маркелом высадится никак где у бесов стоп куда-то пошел кораблились это у нас ведешь под крепа дам куда-нибудь сюда магистрат еще один магистрат так сейчас сохранить все эти случаи чтобы и забыли что убежала нет не добегает хорошо так посмотрим кто у нас тут да чтоб тебя опять не прощелкивается так группа мало много тоже не очень саживаемся тогда без шансов кто бы сомневался так у нас тут вампиров то есть вообще вампиров у нас есть но нет улучшенных вампиров поэтому мы наверное сейчас вместе вампиров то улучшим все пойдем забирать прирост высших вампиров так всех остальных в принципе можно все таки прирост забрать да но чтобы маркелу потом передать у меня тут в святилище конечно герой сидит что-то я не подумал что можно его использовать а высших вампиров то я забыл блин как дурак да уже сказывается у меня слегка усталость но еще можно в принципе что-то выжить из себя скелеты в зоне привидения обычная да жаль дракона не улучшенная ну ладно сейчас мы это все дело поправим так у нас избыли уже села в корабль да да села в корабль так так и чин здесь делать так у тебя слушай нет ничего полезного там те же обычные вампиры тоже нет тоже выше тоже выше я слушай туплю там еще один корабль стоит еще один корабль так ты не добежишь до меня может добежать так там в принципе 83 привидения можно потерять хоть и не хотелось бы значит это затупил с кораблем немного цитадель пещерные владыки так стоп а ты вообще не сможет никого победить с такой армией в принципе средняя угроза видна низкая угроза только если смысл побеждать вообще оставим этих войск на все эти случаи если вдруг маркелу потребуется все таки подкрепление я бы не хотел чтобы не было у нас таких ресурсов пусть они лучше будут так ты у нас с армией блин придется изобель догонять как-то так смотрим что у нас произойдет отлично отлично все по плану все идет по плану караванчик пришел спасибо очень низкая угроза интересные существа как вообще на клуба нападение на караван выглядит обычно нам вот опять у меня ситуация когда скелетов некуда девать некуда присоединять нам сейчас над город захватим если чей в принципе ладно нормально да хочу превратить так костяных лучников некуда брать бахия была проклята отлично да и минус в том что я сейчас не успею наверное город отстроить до нужного мне уровня чтобы защищаться то полноценно высокая угроза по-прежнему по-прежнему высокая угроза что ты будешь делать пить так а тут у нас герой на стрёме да так спокойно спокойно выйти в светилище так мы чем заняться маркил тогда город бумагов найти да и каравана ждать если он его захватит сейчас то в принципе ему пользы от особо не будет так изабель забыли наверно подождет тут пока что опять у нас бегать не туда туда сюда происходит мне это конечно самому не нравится но что еще можно предпринять я не знаю даже раз так все у нас сложилось кузница склад склад все и забыли высаживаться по старой схеме то у нас плывешь то у нас тоже плывешь так куда наделся вот это очков города боевый дух защитников а здорово так так не интересует успеет у меня маркил убежать если что или нет наверно не успеет да хотя в принципе успевает вроде как ну ка нет пожить я контрольную точку сделаю наверно попытаюсь все таки защититься в городе если успею там отстроить эти стены и и и или пойти саму в битву вступать и она узнает сейчас этот город захвачу то опять герой врага так побежит обратно как пить дать любые башни там постоянно убивают моих прополитчиков так для и забыли то как у нас сейчас угроза позиционируется вообще и шансов нам плохо что без шансов так и там этот герой бегал че ты фиг его найдешь так различные бафы тирана смотреть больше ничего нет туда можно таких по типу побить пока чем низкая угроза сфинкс пушки может драконов пойти убить кучу сейчас этих контрольных точек на делаю конечно это будет больше пространство блин просто пространство для маневров будет больше и пробуем драконов завалить с дьяволом я справился в принципе с драконами тоже должен так аура у нас стоит там на ожидает он исходил на этой неделе ладно не лишним будет размялся побегал форт у нас есть уже хорошо ты верно так давайте-ка вот как сделаем сейчас все дадим ты ты чути нас будет дежурить чем на прочим и занималась все это время так и че город заходил нам сволочек забыл и про этот город точнее не про город а то что тут герой бегать так ура все-таки пошел сюда нам давайте быстробой проведем хотел посмотрю все-таки поражением высчитывает нам до достаточно много уничтожили дам ну что ж давайте тогда не будем полагаться на автоматический бой попробуем все-таки еще раз подраться с этим магом все-таки у меня войска побольше стали и сил побольше я с другой стороны у этого мага тоже прибавилось немало войск там них у легион големов эти грюбаных да легион големов так вообще наверно можно как-то избежать драки и пойти сразу главный город магов захватить да может быть так поступить мне же не обязательно все эти города захватывать меня по квесту только артефакты добыть пока что по крайней мере ну а давайте в любом случае посмотрим бой а слушать он не нападает он очкует хороший знак на самом деле значит что-то он испугался решил что не потянет слушайте хорошо я был просто на сто процентов уверен что он нападет ну это здорово конечно тогда слушайте может быть действительно пойти попробовать главный город магов захватить добыть колесо наконец-таки и это должен сделать годрик именно именно годрик и кто иной я могу нельзя построить ну что ж надо что-то думать сейчас отсюда идти бесполезно и забыли потому что они тут перехватят пока посидит тут если что на задний ход добирается до корабля вдруг угроза прибежит так марки можно в принципе тут побегать ангелов побить да слушать минут просто такая ситуация интересная что можно сбегать то лавка артефактов ммм ну мне в принципе артефакты то не нужны мне уже все заполнено надо что что-то получше появится там силу вот эта хорошая штука ее именить точно наверно не буду ну точно наверно не буду ну точно наверно не буду но точно либо наверно так и наверно еще стоит захватить себе обратно эти шахты все сокровищен сумагов может забыли в принципе заглянуть но опять же пока пока она очкует туда заглядывать так что там часура обратно пойдет нам точно брата пошел почти дошел до замка все таки битва состоится нам или состоится сейчас неожиданно замок вернулась хоп нормально не так вот стадель еще недалеко жалко так забыли подкрепление у нас пришли да так так их некуда делать все возвращайся в замок да все таки сейчас бой состоится или нет второй раз то он рискнет напасть здесь строю уже не глядя потому что пофигу на самом деле незаметно все таки все таки не нападает блин мне бы было легче на самом деле психологический чисто психологический если бы он напал. Чтобы какая-то хоть определенность была. Все-таки я его смогу победить или не смогу? Потому что пока что совершенно не ясно, что и как будет. Ратушу. Зомбей. Хорошо, что он своих как бы воинов распределяет немного по героям, таким вот мелким. Так. Вампир, вампир. Так, может что-нибудь потестировать чуму? Не мощность общая. Так, и берзерка еще до сих пор не тестировал. На самом деле тут нам ничего не надо. Мы и так завалим всяких там берзерков и прочей ерунды. Так, они не сходили. Дайте Ракшасу. Первый бы улучшить. Вот это было хорошо бы. Но это надо построить сначала. Достроить замок. Все, все-таки он сбежал, да, скотина? Так, отлично. Опа, архиелечи. А, я всех-то не могу, что я туплю. У меня, по крайней мере, сейчас 700 энергии уже насчет нескольких замков. Замков, видимо. Это на самом деле меня радует. Так, 183. У меня 273, да, нормально. Еще одного могу взять. Все, окей. Хорошо. Хорошейчно. Высокая угроза. Так, манок я нужна, манок я не нужна. На самом деле я могу сюда пока сходить. Все, нормально. Забыли пока нечем заняться. Так, слушай, и ты, может быть, высадишься. Тут опасно высаживаться сейчас. Так, ты у нас все захватил, да? Ну и стой тут тогда. Строительство идет полным ходом. Долгая миссия получается, конечно, да. Что-то все в миссии долгие, в принципе. Даже, по-моему, в Героев Седьмых не такие долгие миссии. Там все-таки идет, да? Так, у Изабыли угроза по-прежнему без шансов, да? Замок-то как бы полный. Давайте по фану попробуем просто защититься, Изабыль. Вот она затащит. Внезапно. Ману у нее 160. В артефактами она приодета более-менее. Да, кстати. Вот так вот. Все, больше ничего надеть. Сохранимся. Башни духов. Так. Ммм, скелетов опять же никуда. Класть. Окей, Маркелл когда пойдет попробует, вверх сходит. Мало ли что. Мы сохранимся, чтобы и забыли, что сбежать потом. Так, и вроде все. Сейчас этих уберем. Про этих-то я забыл. Ты, в принципе, у нас в город Некромантов возвращайся. Еще раз. Сейчас глянем на битву. Сейчас будет эпик батл. Опять сволочь не нападает. А, смотрите, что делает. Не хочет он нападать. Или он просто там зашел по пути. Еще нападет. Не посещалась. Не посещалась. Тоже не посещалась так-то. Так, не будем тогда выходить, раз на нас они нападают пока что. Еще зря мотаться. Ну, прирост какой-никакой уже накопился, да? Так, давайте тогда вот что сделаем. Выкупим вес-перерост. Высшие вампиры, да? Скина и дракона обычная. Как-то можно поменять по-быстрому армию, нет? Так, слушайте, может быть, у всех высших вампиров все-таки забыли отдать? Фига-фига, она страдает там. Так, передадим все сюда. А, ну, в принципе, все высшие вампиры уже его и забыли, так что че я мучуешь-то. Переживаю. Так, то их можно прогнать пока что. Теперь же лечения некуда девать. Че не так, че не так. Зомби. Гребаные скелеты на улучшение. Блин, улучшить-то тоже не с руки вообще тут. А драконы у меня тут еще застакались. Вот, и скелетов, значит, прогоним тогда, чтобы не занимали место. сейчас не до них. Вообще не до них. Нет времени на это. Окей. Сюда, между прочим, тоже уже можно под крепление тащить маркелу, да? то, в принципе, уже хоть что-то, да, приросло. Так, в этом городе мы еще можем отстроить что-нибудь. Например, жатушу. У меня все-таки нападает, да? Ясно дело, что поражение. Давайте хоть вручную подеремся. 53, блин, этих гребанных полосов титана. Да, забавно, забавно. Ну, пойду я туда. Сразу минус 45. Охренеть. Так, у него нет магов сейчас. Можно ускорить. Всего два убьет, да? Так что вот этих, наверное, бить. Святое слово, это не тот случай. Телепорт, чума, крающего удара ускорения. Ужественная сила общая, да? Так, никаких дебафов у меня нет тут. Ну, скажу, что вот эти, но они слабенькие. Поднятие мертвых нам тут не поможет. Пока помолимся. На хрт, я не подумал. Так. Семь, да? Давайте этих колосов убивать. В принципе, как вариант, можно оставить с другим героем всю эту армию. Хоть как-то по кодсает врага. Хотя тоже незначительно, наверное, колосов, допустим, не убьет никто с другим героем, потому что баллисты только у Изабелли хорошо работают. Блин, везде какие-то сложности. Быстрее. И все, начинается. Отстрел моих стрелков. Кто-то у них вообще. 2000, блин. Ну, блин, тебе бы удачу. 162. Все еще мы не снизили отчисленных среди Гремлинов меньше тысячи. Так, уже становилась силой, давайте. Где она там? Так, у скринни меня нет ни общая, обычная, да? Так, и что? У меня молитвы перекрывают, что ли, это вообще божественное слово-то? Божественное усиление. Ну ладно. 01. Охренеть, мы первых убили. За ни за что... За ни за что просто убили. Нет, ну ты забыли, не затащит, это ясно. Ну, баллисты у меня, конечно, хорошие. Баллиста тащит. Ну и что, этого мне достаточно. Да, тысячи горгулей там, это жесть. Это жесть. Давайте мы автосохранение загрузим. Так, и все-таки, с приростом-то что делать? Наверное, просто убежим. Так, давайте-ка проверим сейчас. Так, тут нет высших вампиров-то, между прочим. Кто-то сюда-то успеет. Вроде бы успевает, да? Здесь, пожалуйста, мы купим, чтобы никому не доставалось. Тихо ставим. Так. Отлично. Все, свалили на корабль. И тем временем Маркел у нас продвигается вот-вот в ту сторону. Надеюсь, я там что-то, что-нибудь найду. Хорошее. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Ты уже был здесь, да? Значит, в оазисах. Что-нибудь дошло опять? Так, что тут можно построить-то? В принципе, я уже ничего, наверное, не буду строить, потому что сейчас его захватит этот замок. Стоп. Стоп. Ну, залей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, слушайте, а вот эта защита мне даст защиту вообще от способностей колоссов? Интересно. Щит Людоеда увеличивает защиту на 5, не снижает инициативу. Нет, у меня там щит Дракона, по-моему. У Изабель, в частности. У Маргела там тоже что-то свое. Да, там у него этот... Том знаний, что ли. Так что не будем ничего делать. Очень низкая угроза. Так. Сейчас мы проберемся. В истину, в истину, это стадель зла. Конечно, это стадель зла у меня. Ну, магов, в принципе, в этой миссии тоже можно назвать злом. Потому что они против нас. Так. Окей. Склад. Клубик еще Драконов. А, да, это же у меня старый город Трепток. Так, ну вроде так как-то... Так как-то мы и походили, да. Сейчас он с братом побежит туда-сюда, блин, опять. Перебежки эти все. Так, ну, Маркел, ты отсюда вообще выберется потом. Лечи, лечи, обычные лечи. А, внешне энергии нет, что-то. В самом деле... Ману-то не потратил. Еще один гарнизон, серьезно? Фига ли мне тут у нас ставили гарнизонов. Трех зомби потерял. Ну, по крайней мере, Маркел, по крайней мере, покачается. Блин, это бы все на следующей неделе атаковать надо. Благодаря глубокому постижению тайн, состоянию заклинаний, герои получают плюс два к колдовству. Охранитель тайного. Это, наверное, в обучении, да? Поведитель мертвых тут. Да, охранитель тайного есть. Берем. Все, Маркел у нас докачался до предела. Еще один гарнизон, слушайте. Гарнизон за гарнизоном. Я думаю, на этом миссии вообще закончится, да? Если я все за... Все артефакты добуду. Хочется верить. Хочется верить в это светлое будущее. Тогда мне этого уру... Этого мага вообще-то, наверное, не надо будет побеждать. Что, конечно, очень... Хорошо бы было. Пять меня прошло. Это я сейчас промахнулся. Все. Да что ты будешь делать? Я уж, слушайте, я уже начинаю промахиваться мышкой. Больше обычного. Сказывается двухчасовое комментирование игры. Хорошо. Ушел, да? Снова вновь ушел. Големы. Мана-бачки полные. Да что такое? Опять промахнулся мышкой. Потерю все больше и больше. Ух ты, я баллисту потерял, слушайте. В принципе, она мне не нужна особо. Давайте вручную подеремся. Так. Главное не тратить много маны, потому что там впереди еще, наверное, сильнее враг. Это уже третий по счету гарнизон. Мы проходим. Так, тут у меня заперты. А, 25 титанов. Понятно теперь. Откуда потеряем? Понятно, откуда ноги растут. Без Феникса никак. Это, думаю, всем ясно. Че, хочется и мага с Лития. Их тоже побить. Но маг-то опаснее, так что. Ему нужно по магу филячить. Не по архиеличам бьет, да? Так, че, не буду подходить. У них там геморализация работает. Давайте немного подойдем к привидениями. Странно, а почему голема не ударили? Фениксов. Фениксов. Могли ведь. В принципе, там. Фениксов. 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 Так, давайте просто покричим банши. Чтобы не тратить ману. Не знаю, там колодец будет или не будет. Хотя вроде там колодец рядом был, так что, че, я беспокоюсь. Фениксов. Начинаем кусать титана. В принципе, наверное, при желании Маркел, да. Я думаю, Маркел справится теперь с Орой. Ну, по крайней мере, в замке точно справился бы, потому что враг-то не нападал. Но, в принципе, и в обычном бою, возможно, шансы были бы. Потому что Феникс сейчас бьет сильно. Так, 12-4. Давайте вот это убьем. Ракшасу. Тоже подведем уже поближе. Доедаем големов. Всего 10, а это герои ходят. Апсиракшаса у нас пока. Подождут. Кого мы тут потеряли-то, кроме... Кроме лечей, по-моему, приведение парочку, да? Да, и парочка вампиров. Ну, ладно. В принципе, нормально. Неделя еще не кончилась. Опыт тут еще. Моевые машины. А, нельзя, да? Понятно. Раз на неделю уже там. Твою мать. Подстава. Ух ты, нифига себе. Че-то сюжетное. Проклятие. Сайрус бежал, воспользовавшись волшебным кольцом. Моим кольцом, между прочим. Клянусь, я его верну, даже если придется отрубить палец, на который оно сейчас надето. Но для этого нужно больше сил. Думаю, двадцати костяных драконов хватит. Ммм, так же. Двадцать костяных драконов всего-то. Ты шутишь, брат. Ну че, задача обновили, задача выполнена. Вот и все. Так, и че делать-то дальше? Задача обновились. Сайруса надо, да? Понятно. Так бы я сейчас, если бы не накопил драконов, то... Я бы не смог за ним последовать, да? Куда он сбежал-то? Я думал, в этот портал он сбежал, а он не в этот портал сбежал. Односторонний портал. Сайрус, Сайрус. Где не видно его? Так, ну ладно, че-то может это... Будет делать. По инерции строим мы замки до сих пор. Хотя, возможно, это уже не пригодится нам. Ну, я как... Как перестраховщик всегда это делаю. Давайте посмотрим, что произойдет. Забавно, там титанов пробили. Нет, это золото, он-то не Сайрус. Пора. Так, где ты сейчас окажешься, друг? Я не знаю. Мана, у тебя 110. Колодец. Вот, у колодец можно... А, а ты в один день не можешь посещать колодец-то. Что-то... А, слушайте, нельзя сюда войти-то. Там он стоит по ту сторону. Где бы ты сейчас ни был, Сайрус, знай. На моей стороне драконы. Песок в часах твоей жизни высыпается все быстрее. Че, серьезно? Да ладно, миссия завершена. Охренеть, слушайте. Так и не пришлось мне воевать с Орой. Ну что ж, я этому очень рад. На самом деле, что миссия наконец пройдена. Я, наверное, еще перезагружусь, посмотрю, где-то какие есть повышалки. Ну, в любом случае, спасибо вам за то, что следите. Если вы досмотрели до этого момента, обязательно отпишитесь. Потому что так долго, я не знаю, имеет ли вообще смысл снимать два часа. Смотрит ли кто-то. И все-таки по часу снимать. Ну что ж, ставьте лайки, как обычно. Следующая серия в воскресенье. Всем удачи. Пока.